Всем привет! Это шестой выпуск проекта Сингента Хелп. Сингента Хелп это формат, где мы обсуждаем вопросы, которые поступают от вас к нам в агроподдержку компании Сингента на агрономические темы. У нас сегодня в студии кандидат сельскохозяйственных наук, технический эксперт провредителем и инсектицидом компании Сингента Александр Хаджиди. Саша, привет! Пару слов буквально немного о себе. Добрый день, Мария! Если говорить о себе, то у меня более 20 лет старше в сельском хозяйстве. Я начинал работать менеджером по продажам, дальше перешел в отдел маркетинга, работал в маркетинг региона, после занимался маркетингом вывода продуктов на рынок. Теперь являюсь, как тоже сказала, техническим экспертом по инсектицидам на полевых культурах компании Сингента. Я думаю, что твоего опыта 20-летнего с лихвой хватит, чтобы ответить на все вопросы, которые мы собрали для этого проекта. Итак, мы начинаем! Первый вопрос к нам пришел из Краснодарского края. И вот такие три фотографии, и к ним три маленьких вопроса. Эти повреждения вызвал пилильщик, в некоторых стеблях нашли личинки. Если это пилильщик, как с ним бороться? Судя по этим фотографиям, да, это пилильщик, их вообще бывает несколько видов, но по этим фотографиям могу судить, что это стеблевой. И если с ним бороться, то тут самое важное, когда бороться. Потому что личинка пилильщик, она питается внутри стебля. Если она отродилась и внедрилась в стебель, то ее уже тяжело оттуда достать. И поэтому важно работать именно по взрослому насекомому, по имага, как на фотографии. Первое, с чего начинать, это с агротехники, лущение стерни, глубокая вспашка. Вот эти вот агротехнические приемы, они позволят значительно снизить запас пилильщика в поле. Дальше инсектицидные обработки уже необходимо проводить по лету пилильщика. И здесь самое главное, правильно определить, когда работать. Важен мониторинг пилильщикой в поле. А как вообще определить, полетел пилильщик или не полетел? Есть какая-то приуроченность к фазе или что надо делать? Определить его в поле можно несколькими способами. Два простых способа. Первый, сигнальная культура. Есть такая культура, как рапс, на которой можно проще всего увидеть пилильщика. Если есть соседнее поле, можно на нем посмотреть, если есть рапс. Можно небольшой кусочек посеять в пшенице и на ней мы можем увидеть. Он в первую очередь придет на рапс. На рапс придет в первую очередь. Там мы его сможем заметить быстрее, увидеть и понять, начался лед или нет. А если у меня нет рапса? Простой дедовский способ. Берем сачок, выходим в поле и машем и определяем, появился он там или нет. Косим так называемый. Хорошо, я вышла с сачком, помахала там 100 взмахов, как обычно, во всем методикам, насколько я помню. У меня есть там какое-то количество этих пилильщиков. Как определить, пора мне инсектицид применять или нет? Мнение расходится, вот если смотреть на разных авторов, основное, допустим, если ходим по полю с сачком, с махи, то тут в фазу калашения, если уже 40-50 взрослых имага на 100 взмахов сачка, то это является порогом. Либо по некоторым авторам еще период от рождения личинок, 50 личинок на метр квадрат. Я встречал других авторов, что если появилась одна личинка в поле, то это уже сигнал для того, чтобы работать. Ох, три мнения. А какое мнение все-таки для тебя кажется наиболее верным? Когда мы говорим о вот этих 50 взрослых имага на поле, они отложат яйца, как мы сработаем, уберем, не уберем, то для меня, для меня лично, если мы увидели уже первых особей, не ждем 40-50, надо начинать работать. Поняла. То есть, если есть угроза пилильщика, смотрим на рапс, если рапса нет, берем сачок, смотрим, если там появился пилильщик, проводим инсектицидную обработку. Да. Все, я думаю, мы ответили на вопрос. Второй вопрос пришел к нам из Брянской области. Вот такие фотографии. И агроном спрашивает, как бороться с вредителем пиявицей на пшенице? Судя по фотографиям, в первую очередь, так же, как и с пилильщиком, начинаем с агротехники. Улучшение стерни, глубокая вспашка. Это позволит снизить. Кроме того, уничтожаем лаковые сорняки на полях, потому что это может являться как именно питанием. Да, питающей культурой. Также можно использовать раннеспелые сорта. По некоторым данным раннеспелые сорта меньше повреждаются пиявицей. Кроме того, можно использовать приманочные посевы, использовать овес, яровые, зерновые, на кормовые цели. Два прохода сеялки в поле, они будут приманочные посевы, вредить будут в первую очередь уходить туда. Дальше использовать инсектициды. Дай, пожалуйста, примерные алгоритмы. Допустим, увидел агроном у себя пиявицу? Первое – это краевые обработки инсектицидами. Когда начался выход пиявицей на поле, работаем по краю, потому что идет первое заселение краевых. Если массовый выход пиявиц, то, естественно, уже полная обработка поля. Если она уже зашла в посев, в смысле, да? Даже нет, если массовый выход идет. А, ее много очень. Да, много. Тогда полностью поле обрабатываем. Или уже работка по отродившимся личинкам. Скажи, пожалуйста, на рынке очень много инсектицидов. Достаточно пиявиц работать контактным перитроидом или нужно все-таки подключать что-то системное? В современных условиях сейчас немного меняется даже поведение самого вредителя. Если брать южные регионы, пиявица имеет долгий период выхода в поле, ну, растянутый период выхода. Особенно, прости, перебью, наверное, в последние три года, когда холодная весна. Может быть, с погодой связано? Не только. Даже в теплых условиях у нее более растянутый выход. Но это больше к южным регионам. Сейчас оно распространяется на другие регионы. И здесь, в этот момент, одним перитроидом можно не убрать вредителя. Почему? Ну, смотрите, мы отработали по имага, по отродившимся личинкам. Выход долгий, заходят новые вредители, отрождаются. А, период защиты короче. Да, и период защиты нет. Здесь бы я рекомендовал работать больше комплексными продуктами. Это либо как наша эфория, либо как эфория ток, которая обладает дополнительным алицидным действием. То есть, получается, у нас несколько... Вот у нас фотографии есть. У нас есть личинка пиявицы и мага. Это взрослый жучок, как так называемый. Необходимо использовать и айвицид. Ну, смотрите, когда пиявица заходят в поле, она откладывает яйца. Они, в принципе, хорошо видны на верхней стороне листа. И если мы продуктом работаем с алицидным действием, мы, можно так сказать, многие продукты, те перитроиды, не никотиноиды, на яйцо не действуют. И когда мы отработаем перитроидом в период созревания яйца, может этого действия не хватить. Да, согласен. Не никотиноиды то же самое. И когда мы обладаем алицидным действием, мы снимаем яйцо и снимаем вот эту часть, на которую не работают те два действующих вещества. Понятно. То есть, если у нас есть перитроид, то это короткий период действия инсектицида. И мы бьём, допустим, какую-то одну форму жизни пиявицы. Если у нас перитроид с системным неоникотиноидом, то мы продляем период защиты и можем больше контролировать форму вот этих пиявиц. Но чтобы контролировать яйцекладку, нам нужно ещё, чтобы инсектицид обладал ещё алицидным действием. Да, правильно. Хорошо. А как ориентироваться, что пора заходить с обработкой? То же самое. Определяем вредителя в поле. Выходим в поле и смотрим. 10-15 жуков пиявицы на метр квадратный уже является порогом. Это стадия укущения. Если смотрим стадию трубкования, здесь уже идёт отрождение личинки, то здесь уже 3-5 личинок на квадратный метр тоже являются порогом. Да, я вот на пиявицу стала обращать внимание, когда на тех же фунгицидных опытах приходишь, а флаговый лист полностью скелетирован. Как на фотографии скелетирован. Он уже, естественно, не даст той урожайности, которая могла бы получиться на здоровых растениях. Ну, я думаю, с пиявицей мы разобрались, и мы можем идти дальше. Следующий вопрос к нам пришёл из Самарской области. Видим клопа – вредная черепашка в период цветения зерновых. Насколько он опасен в эту фазу, а также в другие фазы культуры? И какая стратегия защиты? Я бы так сказал, клопа – вредная черепашка, он опасен вообще на любой стадии, не только в цветении. Это один из наиболее опасных вредителей для зерновых культур. Так, давай определим, вернее, не определим, давай дадим примеры, чтобы понять, что в поле именно он – клопа – вредная черепашка. Вот можно посмотреть на фотографии, но в первую очередь клоп – это такой широковальный насекомый. Он длиной от 9 до 10 мм, до 13 мм, и шейной от 6 до 8 мм. Особенность у него в том, что у него узорчатый панцирь вот этот. Если смотреть на фотографии, вот посмотрите на яйца, они зелёного цвета, личинки младших возрастов, у них голова такая тёмная, а брюшко – оно светлое. А следующие уже поколения, третий, пятый возраст, они уже больше похожи на взрослого клопа. Только маленькие? Ну, только поменьше. Вот это вот яйцекладка, как на этой фотографии, да? Да, это уже яйцекладка, как раз вот именно скоро отродятся из неё личинки. Понятно. А если, смотри, давай посмотрим, ты сказал, что есть критические какие-то фазы. Вот давай немножко вот сюда пойдём. Как я уже сказал, что он вредит не только на стадии цветения, можно разбить на три периода, я бы взял, разбил бы. Это первое – кущение флаг-лист. Если в этот период массовое количество клопа на поле, то что она может привести? Вот как на фотографии, здесь мы можем увидеть, это вот именно увядание или бегибль центрального стебля. Что сильно влияет на урожайность. Если клопа много, оно может замедлить рост растения в первую очередь, но и может привести к полной гибели. У нас всё время с агрономами идёт спор. Перекусывает он? Он прокалывает. Прокалывает, вот. Потому что особенности ртового аппарата у клопа… Коли сосущий аппарат, он прокалывает и высасывает сок, и погибает. Именно поэтому погибает этот центральный, получается, лист, который у нас идёт, да, или стебель. Следующий, как раз вот то, что говорили, период – это второй период повреждения клопов. Это как раз цветение. Здесь, если клоп в этот период повреждает растение, можно так сказать, зерно усыхает, оно меньше становится размером, и встречается такое понятие, как белоколосость. Прям можно заметить на поле, либо полностью, либо половина колоса белая. Конечно, есть такие же похожие повреждения от рипсов, но, я думаю, это мы разберём в следующем наших выпусках. Смотри, вот я, например, как определяю, что белоколосость вызвана клопом. Просто берёшь и выдёргиваешь колос вместе с соломиной. Если он легко выдёргивается, там, как правило, на краю вот этого прокола видно, что там именно произошёл прокол от клопа. Правильно? Да, правильно. И третий этап? Третий этап, вот как раз вот, когда он может повредить самому зерну. Это в период восковой спелости. В чём особенность его повреждения? В том, что он снижает хлебопекарные качества, что важно, если вы будете продавать его. В первую очередь, это снижение хлебопекарных качеств, снижение последующих схожестей, что важно. Ну и снижение клейковины. Для многих экспортных регионов это очень важно, потому что это один из важных показателей для экспорта. Ну и экспорт, и мукомолом тоже важны, правильно? Да. А скажи, пожалуйста, какая стратегия защиты, ты бы рекомендовал, должна быть в хозяйстве от этого вредителя? Ну, в первую очередь, работать по взрослому магу, когда он начинает выходить в поле, когда температура достигает 10-15 градусов, можно, в принципе, начинать уже работать. Подождать полного выхода, обычно он длится 5 дней. Полного выхода чего? Клопа, чтобы полностью вышел на поле, и отрабатывать. И дальнейшее, это уже по личинкам, по отродившимся личинкам, начиная с второго возраста. Вот, как я уже говорил, многие перитроиды и никотиноиды не работают по яйцекладке. И если работаете, комплекс, например, перитроид плюс меня никотиноид, подождать личинок второго возраста, как раз уже произойдёт вылупление всех яиц, и появится яиц не будет на поле. Ну, если у вас продукт с алицидным действием... Ну, не важно, какая там фаза, можно работать, чтобы он, получается, он будет и взрослого, и лечинку, и яйцекладку. Мне, например, всё понятно. Я думаю, что и нашим зрителям тоже будет всё понятно. С этим вопросом мы также закончили. Саш, спасибо тебе большое, что ты нашёл время и пришёл к нам в студию. Мне было интересно с тобой пообщаться. Я думаю, зрители будут обращаться и задавать вопросы, потому что таких экспертов, как у нас, ещё можно поискать. Мария, спасибо, что пригласила. Буду стараться и в дальнейшем участвовать в ваших выпусках. Это был шестой финальный выпуск нашего весеннего сезона «Сингента Хелп». Агроподдержка и эксперты компании «Сингента» продолжают свою работу. Обращайтесь, пишите, и вам обязательно помогут. Те, кто не смог посмотреть все наши шесть выпусков проекта, можете посмотреть их на официальных страничках социальных сетей компании «Сингента». Сейчас в полях горячий сезон. Желаем вам хорошей погоды, больших, качественных, достойных урожаев. Спасибо за внимание. До скорых встреч. До свидания.